Здравствуйте! Это программа «События недели» в студии с аналитическим обзором событий прошедшей недели, обозреватель портала Владимир Сухой. Сегодня в нашей программе. Убийство посла России в Турции не оставило равнодушным никого ни в России, ни в дружественном Азербайджане. Армению визит Беньямина Нетаньяху в Баку стревожил сильнее, чем Азербайджан визит Раухани в Ереван. Ильхаму Алиеву 55 лет. Азербайджан решительно осудил террористический акт, приведший к убийству 19 декабря в Анкаре посла России в Турции. Российский посол Андрей Карлов был застрелен террористом во время выступления на открытии в турецкой столице фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Убийца, выдававший себя за сотрудника охраны, стрелял в спину посла. Нападение совершил бывший сотрудник турецкой полиции, потерявший работу после июльской попытки государственного переворота в Турции. Террорист, выстреливший в посла 11 раз, был ликвидирован турецкими силами безопасности. Чудовищность случившегося не оставила равнодушным никого ни в России, ни в дружественных нашей стране, Турции и Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был глубоко потрясен известием о трагической гибели посла Российской Федерации в Турецкой Республике. Он направил письмо соболезнования президенту России Владимиру Путину. Убийство российского посла названо в письме кровавым террористическим преступлением, которое заслуживает безоговорочного осуждения. Президент Турции Раджеп Эрдоган сразу же после теракта провел переговоры по телефону с Владимиром Путиным и выступил со специальным заявлением. В эфире турецких телеканалов он осудил убийство Андрея Карлова, высказал согласие на совместное турецко-российское расследование преступления и заявил, что в борьбе с терроризмом Анкара станет еще сильнее. Глава МИД Турции Мевлюд Чавашуглу прилетел в Москву, принимал непосредственное участие в траурных мероприятиях и сообщил, что улица в Анкаре, на которой находится посольство России, будет названа именем погибшего российского посла. Атака на посла России демонстрирует варварское лицо терроризма, заявил посол Азербайджана в Анкаре Дуайен, аккредитованного в Турции дипломатического корпуса Фаиг Багиров на церемонии отправки тела убитого посла России на родину. Церемония проходила в аэропорту Анкары СН-Бага. Фаиг Багиров отметил, что Андрей Карлов был не только талантливым дипломатом, но и выдающейся личностью. Он всегда будет жить в наших сердцах. После произошедшего в Анкаре теракта, в результате которого был убит посол Андрей Карлов, охрана посольства России в Азербайджане была усилена. Об этом рассказал посол России в Баку Владимир Дорохин. «Я верю в Азербайджан, благодарю за поддержку и верю в то, что со мной тут ничего не случится», – сказал Дорохин. «Дело в том, что ИГИЛ выпустила расстрельный список посольств в России и включила в него дипломатическую миссию России в Баку. В этом, с позволения сказать, документе указаны место расположения посольства России в Азербайджане, точный адрес и контактная информация дипмиссии». Посол также обратился со словами искренней признательности к руководству Азербайджана, которая незамедлительно выразила соболезнования после сообщений о гибели Карлова. А в это время в Баку прошли Азербайджана турецкие многосторонние политические консультации. В ходе консультаций было сказано, что в Азербайджане с большим беспокойством наблюдают за происходящими в последнее время в Турции событиями. Было выражено беспокойство в связи с тем, что череда терактов в различных городах Турции, убийство российского посла в Ангаре – все это направлено на подрыв стабильности во внутренней и внешней политике Турции. В ходе консультаций были осуждены все формы и проявления террора. Было сказано, что Азербайджан всегда поддерживал Турцию и был рядом с ней. Стороны выразили уверенность в том, что Турция и турецкий народ в скором времени преодолеют все трудности и с честью справятся с этим историческим испытанием. В день похорон российского посла Андрея Карлова в Москве активисты азербайджанской диаспоры пришли к зданию МИД Российской Федерации в знак скорби по погибшему от рук террориста-дипломата. Около ста молодежных активистов из разных азербайджанских общественных организаций России возложили цветы к Народному мемориалу в память об убитом Андрее Карлове. Мемориальный стенд погибшему послу установили работники МИД возле главного входа в здание министерства. «Убийство посла направлено на дестабилизацию российско-турецких отношений и азербайджанцы не могут остаться в стороне. Сегодня наши соотечественники собрались вместе и пришли к зданию МИДа, чтобы еще раз сказать, что боль как российского, так и турецкого народов – это наша общая боль», отметил руководитель Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры Шамиль Тагеев. Среди пришедших к зданию МИД, чтобы почтить память погибшего посла, было и много представителей турецкой диаспоры. По словам театрального деятеля Юнуса Аракиза, Андрея Карлова в Турции знали практически все. «Он многое сделал для нормализации наших отношений, что особенно важно и для нас, турков, живущих в России, и для русских, живущих в Турции», отметил турецкий режиссер. Погибший при исполнении служебных обязанностей посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов был похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы. В траурной церемонии прощания принял участие президент России Владимир Путин, который ради этого отложил свою ежегодную пресс-конференцию на один день. В ходе погребения дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, отдали воинские почести. Присутствовал почетный караул, играл военный оркестр, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом России. На состоявшейся днем позже пресс-конференции Владимир Путин заявил, что убийство посла России в Турции Андрея Карлова — покушение на российско-турецкие отношения. «Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства о людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям», — сказал президент. «Сейчас же, по словам Путина, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, армии Турции носят глубокий характер. Отметив, что не считает себя в праве переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять», — президент подчеркнул. «Мы видим, что это факт, что это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает». 21 декабря в Ереване прошли переговоры президентов Ирана и Армении Хасана Руахани и Серша Сарксяна. Переговоры прошли как в узком формате, так и с участием делегаций. Раухани выразил надежду на развитие отношений с Ереваном, отметил, что Иран считает Армению дружественной страной. «Иран и Армения принадлежат к одной и той же культуре. Отношения наших народов всегда были теплыми и дружественными», — сказал президент Ирана. «У Нагорно-Карабахского конфликта нет военного пути решения, и мы хотели бы видеть его решение мирным путем», — заявил Хасан Руахани. «Это пойдет на пользу всему региону. Для нас Армения и Азербайджан — дружественные страны, и мы надеемся, что станем свидетелями установления мира и стабильности в этом регионе». В свою очередь Сарксян назвал Руахани «желанным гостем армянского народа». Во время визита Хасана Руахани в Армению было подписано пять меморандумов о взаимопонимании, имеющих целью расширения сотрудничества между двумя государствами. МИД Азербайджана, естественно, прокомментировал визит Руахани в Армению. «Иран — независимая страна, и этот визит — их внутреннее дело», — говорится в заявлении МИД Азербайджана. И хотя не вмешательство во внутренние дела друг друга — один из базовых принципов азербайджано-иранских отношений, следует все-таки учитывать, отмечается в заявлении, что Армения — страна, которая ведет в регионе деструктивную политику, имеет территориальные претензии к соседним странам. Итак, визит президента Исламской Республики Иран в Армению все-таки состоялся. Приезда Хасана Руахани в Ереване ожидали аж с ранней осени, но он постоянно откладывался. И вот свершилось. Руахани приехал в Армению, которая, на первый взгляд, не отличается особой региональной значимостью. Реально же для Ирана в контексте Армении важна не столько экономическая, сколько политическая повестка. Начнем с последней. Иран заинтересован в политически дееспособной и стабильной Армении как противовесе альянсу Азербайджана и Турции и, возможно, Азербайджана с Израилем. Кроме того, Иран, помимо Азербайджана, граничит с Арменией и непризнанным Нагорным Карабахом. Соответственно, он заинтересован в мирном исходе Карабахского конфликта для формирования вокруг себя надежного пояса безопасности. И хотя Тегеран не является официальным участником формата урегулирования Карабахского конфликта, он неоднократно и безуспешно пытался примирить стороны. Иран имеет традиционно дружеское отношение с Арменией, поэтому Баку периодически упрекает его в усилиях по урегулированию в пользу Еревана. Конечно же, Тегеран руководствуется прежде всего политическим прагматизмом, а Баку — эмоциями. А Ереван, который рассчитывает на урегулирование с помощью Ирана исключительно в собственную пользу, питает, скорее всего, пустые надежды. То есть, как бы сильно не любили друг друга Иран и Армения, для первого сейчас важнее всеми доступными путями, пусть и тернистыми для Армении, не допустить возобновления военных действий в конфликта с зоной. И тут стоит не только вопрос усиления в регионе позиции Азербайджана Турции, но и, собственно, безопасности Ирана. Кроме того, любая новая армяно-азербайджанская война поставит крест на продвижение Тегеранам стратегически важного для него проекта транспортного коридора Персидский залив Черное море. В Армении Иран видит окно в Европу. Это придает ему дополнительный стимул для мирного урегулирования Карабахского конфликта. Это окно может стать особенно актуальным в случае продления санкций против Ирана. Этого никогда нельзя исключать. Окно несет серьезную нагрузку с точки зрения транзита иранского газа в Грузию по территории Армении. Очень чувствительная, кстати, тема для России, Грузии, Азербайджана и Турции, а также создания в Армении свободной экономической зоны Мегри. Министр промышленности и торговли Ирана Махамад Реза Немадзаде уже заявил, что его страна имеет опыт создания свободных экономических зон и поможет в этом деле Армении. Кроме того, стороны обсуждают присутствие армянских бизнесменов в свободной экономической зоне Энзели в иранской провинции Гелян и учреждения совместной свободной экономической зоны. Это весьма интересно Ирану с точки зрения расширения его связей с Евразийским экономическим союзом. Тегеран и Ереван пытаются также увеличить обмен электроэнергией, реализовать проекты строительства энергетического коридора «Север-Юг». Дополнительных консультаций требует также строительство железной дороги между Ираном и Арменией. Так что в Тегеране не сидят сложа руки. Руахани едет в Ереван после поездки премьера Израиля в Баку. В Тель-Авиве не скрывает антииранских настроений, а Иран не чужд антиизраильских эскопатов. Так что два враждующих лидера пытаются опередить друг друга и укрепить свое влияние на Южном Кавказе. Нетаньяху ждет от Азербайджана очень многого. Планы Руахани в Армении скромнее, но у него тоже есть козыри в рукаве. Иран, надо полагать, учуял замыслы Нетаньяху. В последнее время в Тегеране все чаще стали поговаривать о том, что Азербайджан становится для Израиля не только близким военно-политическим партнером, но и отправной точкой для усиления влияния в регионе. Надо думать, что это и стало одной из важных причин того, что Руахани тянул с визитом в Армению и поехал туда только после переговоров израильского премьера в Баку. Кстати, Тегеран всячески советовал Баку не принимать Нетаньяху под различными предлогами отменить этот визит. Но Азербайджан занял твердую позицию. Ни в одной другой столице не будут решать, кого нам приглашать. Это только наше суверенное право. Иран ожидал от переговоров Нетаньяху с Алиевым неприятных сюрпризов и просчитывал свои тактические и стратегические ходы в отношении Армении. И главное здесь уровень поддержки Еревану и Степанакерту в урегулировании самой чувствительной для Азербайджана проблемы – Карабахской. Словом, и для Ирана, и для Израиля этих двух военно-политических антагонистов очень многое замыкается на Южном Кавказе. Они видят там себя политическими игроками, которые могут способствовать установлению в регионе хотя бы относительного мира. Здесь же необходимо отметить, что Армению визит Нетаньяху в Баку стревожил гораздо сильнее, чем Азербайджан визит Руахани в Ереван. В частности, армянское издание по сложным названиям «Ларагир» пишет, Израиль, значимость которого в мировой политике, по оценкам экспертов, в годы правления Обамы несколько снизилась, видимо, решил активизироваться, причем в публичном режиме. Удастся ли Нетаньяху изменить политику США, направленную на налаживание партнерства с Ираном? Сыграет ли Нетаньяху на том факте, что мужем дочери Трампа Иванки является ортодоксальный еврей? Издание также констатирует недовольство Ирана визитом Нетаньяху в Азербайджан. Иран не скрывает антиизраильских настроений, и вероятное укрепление сотрудничества Израиля с Азербайджаном может заставить Тегеран свернуть некоторые проекты в Азербайджане. В этом случае Армения получит шанс монополизировать и расширить сотрудничество с Ираном. Но если Израиль действительно поставит Азербайджану некие современные вооружения, то это может стать угрозой безопасности Армении. В Ереване также задаются вопросом, продолжится ли военное сотрудничество Израиля и Азербайджана против Армении. А в Баку вопрошает, уж не является визит Руахани в Армению давлением на Азербайджан. Оба вопроса справедливы, равно как оба визита имеют гораздо более широкую повестку, чем армяно-азербайджанское противостояние. Впрочем, это противостояние упрощает видение параметров серьезных проблем сегодняшней глобальной политики. Оно делает их более зримыми и понятными. 24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 55 лет. Поздравления с этой датой лидеру Азербайджана продолжают поступать. Но первыми с 55-летием его сердечно поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В России, говорится в поздравлении Владимира Путина, вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в разных сферах. А теперь комментарии нашей программы, штрихи к портрету Ильхама Алиева. Сразу же после избрания президентом страны в октябре 2003 года и по сегодняшний день, президент Азербайджана Ильхам Алиев во всем проявляет новаторские и реформаторские подходы. Опираясь на фундаментальные принципы экономических, социальных, правовых и политических реформ Гейдара Алиева и на логику происходящих в мире процессов и изменений, он предпринимает важные шаги, ускоряющие поступательное развитие Азербайджана. Подписанные им широкомасштабные государственные программы, указы и распоряжения, проекты законов, представленные на обсуждение Мили Меджлиса и их реализация, сформировали в обществе имидж президента-реформатора. Многие качества президента сделали его объектом пристального интереса как внутри страны, так и за ее пределами. Успешное осуществление взятой им на себя миссии во многих областях, крайне важных для Азербайджана, его подход к политическим и экономическим процессам, его выступления, опирающиеся на глубокое аналитическое мышление, вызывает большой интерес азербайджанцев и международной общественности. Президент Ильхам Алиев успешно продолжил нефтяную стратегию, основа которой была заложена общенациональным лидером Гидаром Алиевым. Еще во время первого президентского срока Ильхама Алиева был осуществлен пуск основных экспортных трубопроводов Бакут-Белиси-Джейхан и Бакут-Белиси-Эр-Зурум, занимающих важное место в диверсификации экспорта энергоресурсов. Азербайджан и сейчас, как неоднократно отмечал Ильхам Алиев, поддерживает все инициативы диверсификации поставок энергоресурсов. Ильхам Алиев понимает, что в условиях все более обостряющейся конкуренции между Россией и Западом в лице ЕС и США вокруг вопросов энерготранзита именно к Азербайджану переходит, по сути, решающее слово. Тот факт, что Азербайджан, выступающий в качестве моста между Востоком и Западом, занимает ведущее место в развитии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, помогает Баку ускоренными темпами интегрироваться в ряды мировых стран. А это, в свою очередь, важно с точки зрения политической стабильности и безопасности Азербайджана. В результате последовательных усилий Ильхама Алиева Азербайджан, благодаря своим экономическим, культурным и духовным достижениям, сегодня выбрал путь расширенной интеграции в евроатлантическое пространство, стал активным участником диалога между цивилизациями. Страна превратилась в арену для проведения межцивилизационного общения, обсуждения глобальных политических, экономических, культурных проблем. Город Баку, в котором прошли Всемирный экономический форум, форум Южного Кавказа, песенный конкурс Евровидения, международный гуманитарный форум, форум по межкультурному диалогу, Всемирный саммит религиозных лидеров, Первые европейские игры и другие авторитетные мероприятия уже воспринимаются как один из глобальных центров мира. Разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, долгие годы волнующего азербайджанское общество, также находится в центре постоянного внимания Ильхама Алиева. Он неоднократно заявлял, что азербайджану не быть без Карабаха. Разрешение этого конфликта исключительно в рамках территориальной целостности страны, на основе международных правовых норм и принципов, однозначная позиция главы государства. Президент Азербайджана заявил со всей четкостью, «Ни через пять лет, ни через десять, ни через пятнадцать, ни даже через сто лет Нагорный Карабах не будет отделен от азербайджана. До тех пор, пока я являюсь президентом, я этого не допущу». Президент страны неоднократно заявлял о готовности к сотрудничеству со всеми уважающими идеалы суверенного азербайджана, независимо от их места и позиции в мировой политике, со всеми, кто может внести какой-либо вклад в развитие республики и разрешить существующие проблемы. Внешняя политика азербайджана, проводимая президентом с позицией миротворчества и с высоким дипломатическим мастерством, демонстрирует всему миру, что эта политика не направлена против интересов какого-либо государства. Напротив, Азербайджан стремительно превращается в страну, способную уравновешивать все геостратегические интересы, гарантировать диалог и сотрудничество, направленное в русло геополитических дискуссий. Россия, разумеется, важнейшее стратегическое направление азербайджанской внешней политики. Сегодня отношения двух стран вышли на уровень стабильности, когда основные правила игры уже четко определены и согласованы, и уже не осталось места для неприятных сюрпризов и каких-либо острых ситуаций. Анализ основных черт Ильхама Алиева как состоявшегося профессионального политика однозначно показывает, что он успешная и самобытная личность, сочетая в себе богатые человеческие ценности, аристократические манеры, рациональный образ мышления, непоколебимый патриотизм, прагматизм и национальный менталитет, он, благодаря именно этим качествам, привносит новое дыхание, современность и интеллектуализм в общественную жизнь и политику азербайджана. Среди факторов, превращающих феномен Ильхама Алиева в важное общественно-политическое событие, следует особо отметить такие качества, как привязанность к политическому курсу Гейдара Алиева, верность и преданность политическим принципам, интеллектуальный блеск и политический талант, открытость для общества, толерантность, искренность и гуманизм. Палитру портрета дополняют присущие ему решительность, энергия, умственный потенциал и инициативность. Владение богатыми управленческими качествами, активное участие во обсуждениях той или иной проблемы, имидж, присущий современным западным лидерам и, самое главное, безупречный авторитет, стали главнейшими факторами, повышающими привлекательность феномена Ильхама Алиева для общества. Ильхам Алиев по характеру очень искренний человек. Это качество особенно ярко проявляется в его общении с рядовыми гражданами. Как все мудрые государственные люди, Ильхам Алиев умеет с каждым найти общий язык, устранить психологический барьер между президентом и рядовым гражданином. И это позволяет главе государства завоевывать поддержку и доверие народа. Как говорят, в отношениях с членами его политической команды глава государства также сторонник общения, основанного на искренности и взаимном уважении. Но все это не исключает, тем не менее, достаточно жестких решений и резких шагов президента. Как все харизматические лидеры, Ильхам Алиев крайне требователь к самому себе. В общественном мнении он известен как гарант самоконтроля и законности. Строгая дисциплина и высокое чувство ответственности присущи всей деятельностью главы государства. Ильхам Алиев – президент всех азербайджанцев. Во всех указах, связанных с социально-экономическим развитием страны, тезис о социальной защите его соотечественников проходит красной нитью. Сегодня каждый азербайджанец, независимо от того, где он живет, гордится существованием такого сильного государства, как Азербайджан, и чувствует поддержку своего президента Ильхама Алиева. Наш портал к 55-летию Ильхама Алиева подготовил спецпроект. Вы ее можете посмотреть на нашем портале «Москва.Баку». 55 лет. Возраст для политического лидера достаточно молодой. Но так было предначертано судьбой, что Ильхам Алиев уже много лет достойно несет возложенную на его плечи ответственность за Азербайджан, азербайджанский народ, его настоящее и будущее. За последние годы в стране произошли глобальные позитивные изменения. А как изменился сам Ильхам Алиев? Чтобы разобраться в этом, отправимся в конец 70-х годов, прошлого столетия. О других событиях прошедшей недели расскажет моя коллега Анна Немалякина. Здравствуйте! В Москве состоялась пресс-конференция по случаю выхода в свет книги Ильмира Ахундовой, посвященная президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Портрет президента на фоне перемен. Ильмира Ахундова в своей книге пытается найти ответы на многие вопросы. Просто и доступна, с привлечением большого количества материала, она рассказывает об одном из самых успешных политиков на постсоветском пространстве Ильхаме Алиеве. В презентации приняли участие автор книги Ильмира Ахундова, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Накануне Нового года в Баку открылась праздничная ярмарка. В этом году организаторы основательно подготовились, придумав для жителей и гостей столицы различные развлечения и конкурсы. Взрослые смогут выиграть ценные подарки, а дети написать Деду Морозу. Также в канун Нового года одна из исторических башен старого города Баку превратилась в арт-тауэр. Она стала арт-мастерской и центром искусства, где можно рисовать, лепить из глины и так далее. Арт-тауэр – это совместный проект управления Государственного историческо-архитектурного заповедника Ичерей-Шехер и организации Артс-Консул Азербайджан. Вице-президент фонда Гидара Алиева Лейла Алиева посетила детский музыкальный фестиваль эстрадной песни «Зима», который прошел в Бакинском дворце Гидара Алиева. Идея фестиваля «Зима» принадлежит сыновьям Лейлы, восьмилетним Али и Микаилу. Участником фестиваля мог стать каждый одаренный ребенок. Для этого достаточно было исполнить любимую песню, записать ее как видеообращение и отправить в оргкомитет. Из всех желающих, пройдя строгий отбор жюри, в финальную стадию смогли попасть лишь 22 юных дарования. Азербайджан после 2025 года должен войти в число 20 ведущих туристических стран мира. Такую цель ставит стратегическая дорожная карта по развитию туристической промышленности в Азербайджане. Для достижения этой задачи планируется проведение комплекса маркетинговых мероприятий с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана. По планам правительства, в долгосрочной перспективе Азербайджан должен стать региональным хабом для туристов из Европы и Азии. На минувшей неделе в Москве состоялась светская премьера фильма «Елки 5», на которую съехались его создатели. Среди главных звездных гостей были замечены шоумены Сергей Светлаков, Иван Ургат и продюсер Тимур Бекмамбетов. Бекмамбетов в интервью нашему порталу рассказал, что хотел бы встретить Новый год в кругу друзей в Тбилиси, а потом они все вместе отправятся в Баку. Примечательно, что роль сына Ивана Урганта в фильме сыграл юный азербайджанец, который живет в Петербурге, Имран Челеби. Он также присутствовал на премьере «Елки 5». «Елки хороши тем, что они такие же, как всегда. Знаете, как салат оливье, как шампанское, как салют, как президент. Но каждый раз в них есть изюминка. В этот раз у нас впервые в истории кино, всего кинематографа мирового, впервые мы сняли фильм «Вне планеты Земля». Обычно снимаются фильмы про космос, а мы сняли в космосе. У нас наши космонавты, которые летают сейчас на орбите, они стали актерами одной из новелл фильма «Елки». Директор Государственного музея изобразительных искусств Мини Пушкина Марина Лошак в интервью «Москва-Баку» раскрыла причину своих частых визитов в Азербайджан и рассказала, что родни Дбаку и Одессу. Подробное видеоинтервью с Мариной Лошак смотрите на нашем портале. Я сравниваю в этом смысле Одессу, именно Одессу с Баку, а не с Азербайджаном, потому что это разное совершенно понимание Баку и Азербайджан, так же, как, скажем, Одесса и Киев, или Одесса и любой другой город. Просто это города, которые сложились в результате мультикультурных отношений, и без них они были бы невозможны. Популярная российская певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, Жасмин, рассказала в интервью «Москва-Баку», что ждет от Нового года. А также поделилась с читателями портала воспоминаниями времен юности о поездках в Баку и рассказала, почему решила включить в свой репертуар песню из опереты Узира Гаджибекова «Аршин Малалан». Директор Азербайджанского национального музея искусств Чингис Фарзалиев принял участие в открытии в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве выставки Василия Кандинского «Живопись на стекле акварели и рисунки 1915-1920 года» к 150-летию со дня рождения художника. На выставке представлены графические произведения абстракциониста, а также работы, выполненные в уникальной технике живописи по стеклу. Три картины для выставки привезены из Азербайджанского национального музея искусств. На сегодня всё. С вами в студии работал обозреватель информационного портала «Москва.Баку» Владимир Сухой. Мы подготовили вам ещё одну программу, которая пройдёт в самом конце года и подведёт итоги 2016 года. До скорых встреч! Всего вам доброго! Всего хорошего!